Но сейчас первый этап это формирование территориальных комиссий. Пробачите, круговых комиссий, это же парламентские выборы. Поэтому, как уже сказал Владимир, мы будем видеть, насколько наши представители, насколько наши представители, представители громадности могут присутствовать на этих мероприятиях, насколько будет зрозумелым логика формирования выборчих комиссий круговых, насколько они будут, на самом речь, представители, отвечать необходимым принципам формирования комиссий. По коль, главная проблема – это тот фон, на котором выборы отбываются, и он не сприяльный, и он все-таки не можно назвать нормальной ситуацией, когда в Украине сидят люди по политичным мотивам, это атмосфера, которая не сприяя проведению свободных выборов. А летом не меньше процедуры треба проводить, и мы их будем назирать. Два таких взаимозвязанных пытания. Вы, Стадар Алекс, и вы, Владимир, сказали, что, например, на президентских выборах не было ніяких зауваг на этом этапе проведения агитации, ну, особливых, там, больше демократичные, больше либеральные, чем до этого, основные зауваги да подлику голосов. Вот, можно сказать, гэтая зауваги да конд подлику голосов, я чую уже не первый раз и не первые выборы. Что-нибудь можно чекать, что нечто изменится? Если вы, Николай Иванович, лечите, что ничего менять не треба, и у гэтая зауваги, якие выказываются на конд подлику голосов и назиранне за гэтым подликом, это глупства и придумки? Ну, я бы сказал так, вот сейчас такая думка, что дети не любят вучиться. Не, неправда, дети не любят дрянно вучиться. Коли он вучить, вучить, а ему двойка, двойка и двойка, ну, какое у галвыдя жадание вучиться? Международное назиранне гэтого чоба для членов Центра выборокамов, неважно, те гэты у Беларуси, те гэты у США, те гэты будя у другой краиде. А калі ўсё увесь час адрымоваць двойки, двойки и двойки, у нас ўжо жадання вучиться пропадая. И ось ўсё другая, больш такая выразная примовка. Калі на чалавека ўсё увесь час гаварыць свиня, 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 ён ў канцы канцов захрукае. Так, вось, я ўжо пачаў хрукаць и тих гаукаць. Мне ўжо гэтыя дарады, гэтыя павучэні, яны ўжэ дзенічуюсь наваць и на психіку. Скажу адназначна, я з большым задовольненям паслухаў бы тых людзей, які, на сам рэч, добразычливо указалі б на памылки, падсказалі, яких, там, пазбегну з цих памылок, чым тыя людзі, які, а гурыць, ў тебе зауваг ніяких нема па проведенію выборов, а почт, потым, праз два месецы з'являецца документ, ў якім ўсё дрэнна, і ты там паказан, як некі злочынце, які тут праследуе опозицію і демократичныя сілы. Ужо нема царпэння. Наконт добразычливых пропанов, так, я могу нагадаць, што якраз на минулых выборах загадзе, шче да, там, за пэвны час, за долгий час да падлику голосов, мы зверталіся, беларускі хельсинскі комітет, звертався да центра выборкама, з пропановай урэгулюваць сваёй пастановай, рекомендаваць комісіям правесці такуў процедуру падлику бюлютыням, каторая б была зразумелая, празрыстая і выклікала довер ў назиральнікаў, і перш за все капсаміся бры комісіі ведалі тэ ліжбы, каторая не падписываюць. Бо зараз гэта не так. І, нажаль, гэта не було зробліна, ботымы зверталіся да ў участковых комісій, гэта таксама пытання не було разгледжана, і, нажаль, зараз мы пачынаем новые выбары, гэта пытання і знову не урэгулювана. Ешчэ ёсчас, ешчэ можна Центр Рубакам своїм дзеўням, своїми рекомендаціями може гэта зробіць, ось, будь ўдем сподівацься, што гэта буде. Трэба адзнашаць таксама, як такі добрызышливый акт у Бога Микола Іваныча, біраўшы, оберагаючу ёху психіку, тэ змэны, які булі внісэны в тэкст методичных рекомендацій для участковых комісіў, яны, мы іх таксама зауважали. І яй, і калі саправды будзе так, як там написана в такі прикладах, які і вписана, тому што на президентських выборов, на парламентських і так далей, такого расписання по парадку, падлику голосов не було. У першыню Центральна выборча комісіў методичных рекомендацій ў гэта заклала. Дзе, наприклад, адзін, дзе фактична можна лечіць цихоўчыз прикладаў паводзінаў комісіў, дазволила видосдымку на пачас працы выборча комісіў учасковы. І фактична стала на бок назиральніка, і паттычного назиральніка, які не віде процедуру падлику голосову, падравой, каво поставлю в тое місце, дзе ему бачна. Эта, конечна, паукрока. Далей застаўся толькі дайсі до той системы, яка ўсць, наприклад, на Украине, і оголошиваўся персонална адным сябром комісіў кожны бюлютэн падлику голосов. Я думаю, то, што ўта було б вельми выгоднае центральна выборча комісіў, тому што зняла бы вельми шмат, які махчымы і обвиновачныў не празрыцати падлику голосов. І вельми заганна мне падаеца практика спасыласаў тое, што ўта царно дурнем назовут, тому мы нічого поменять не будем. Все ж такі гэта мне падаеца не вельми конструктивна позыцца, легше все ж такі довести ситуаціў до таго, коли ўже не будзе няких обґрунтованных аргументів называць каквості дурням, і казаць, что выборы були празрыцты. У нас другое слово. Нас ўже кличуць не дурнямі, нас кличуць мясовая улада демократами. Много тэ демократы там придумали. Это односна центр выборчаў. І на саме справе, коли ўже положиць руку на серце, мы заўсёды былі на баку тых, хто занецькі демократычныя змены ў выборчам законодавстве, за прогресс, за либералізацію. А леш, хацел бы сказаць, што павідны быць і адваротныя шаги, каб гэта не толькі зауважалася, а ле і оцэньвалася. А што толку ад таго, што нас палічили, нашу выборчую кампанію палічили боўш демократычныя, калі нас за гэта ўсе пакарали боўш жорстка, чым на тых выборах, які булі горші на пакаренніх выборах. А вот боўсь гэта га я не разумею. Ні наго, што такі не...